Николай Борисович Фадеевич Народный артист Советского Союза Фадеевич входил в так называемую «золотую плеяду» танцовщиков Большого театра второй половины XX века. За 25 лет танцевальной карьеры Николай Фадеевич исполнил более 20 партий классического и современного балетного репертуара. Начинал, как и все, с кардебалета, но очень быстро стал получать сольные и ведущие партии. Его всегда отличали музыкальность, чувство роли, абсолютно точная техника и отношение к партнершам. Он очень кропотливо подходил к работе. Его исполнение роли всегда было до мелочей продуманным. Принцы – Щелкунчик, Зигфрид, Дезире, Гармодий, Армен, Ильяс, Базиль, Козе, Каренин – такие разные и непохожие образы. Уровнем исполнения сольных партий Николай Фадеевичев опережал свое время. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кроме техничности исполнения у Фадеичева присутствовало драматическое прочтение роли, что заставляло любого зрителя запоминать и сопереживать его героям. Помимо выдающегося артистического мастерства, он и в жизни проявлял уникальные человеческие и педагогические качества. После окончания сценической карьеры с 1977 года и до последних дней жизни он приходил в Большой театр, чтобы передавать свои знания. Все-таки в круг берешь это. Вот я за садик постоял, вот прямо вот так вот, раз, и на виду не будет. Ага. Причем? Причем? Да. Причем, вот эти, на пальце, очень аккуратно. Вот эти к этому. Панк, пап, пап. Ага. Можно сказать, что ему повезло с учениками, а им с ним. Сын Алексей Фадеевичев, Сергей Филин, Андрей Уваров, Николай Цискоридзе, Руслан Скворцов, Артем Овчаренко и многие другие. Его репетиции, которые всегда несли особенную атмосферу, вспоминают как счастье. Даже его коллеги советовали своим ученикам работать с ним. У нас были гастроли в Бразилию, в Большом театре. По-моему, это был 99-й год, я не помню. Вот. И он был там как педагогом, и он давал класс. То есть урок балетный. И мне как бы так очень понравился этот урок. Я был в полном восторге. И, к сожалению, в театре Николай Борисович уже не давал уроки. Вот. Это было мое первое знакомство. А уже как бы работать непосредственно я с ним стал чуть позже, когда у нас были гастроли в Париж. И мой педагог, который был на тот момент, Лагунов Валерий Степанович, он не поехал в эту поездку. И он сказал, что там будет Николай Борисович. И что он его уже попросил, что он со мной поработает, порепетирует там те спектакли, которые там шли. Из-за того, что график был достаточно плотный, много было спектаклей, мы репетировали очень так спокойно, не усердствовая сильно. Просто какие-то моменты он там что-то подсказывал. То есть вот как бы такая поддержка формы называется. Вот. Все прошло как бы гладко, ничего. И по возвращению после этого в Москву Валерий Степанович говорит, «Ну как тебе с Николаем Борисовичем репетировать?» Я говорю, ну, знаете, нормально, никаких проблем совершенно. Ну и хорошо. Вот тогда ты будешь с ним дальше продолжать работать. То есть мой педагог сам отдал меня в руки Николая Борисовича. Вот. И я уже начал непосредственно с ним работать. Все замечания делались юмором и добротой. Никогда не диктовал, не давил и не кричал, если что-то не получается. А предлагал попробовать ученикам исполнить тот или иной элемент. Репетиции проходили очень интересно. Во-первых, я хочу сказать, что каждый раз, когда Николай Борисович заходил в зал, это была какая-то особая атмосфера. Я никогда не видела Николая Борисовича в каком-то угнетенном состоянии. Он нес всегда себя. Он всегда себя нес, он преподносил себя. Он всегда был какой-то сияющий, с открытым взглядом. И с ним было безумно интересно репетировать. Он сидел всегда скромно в углу на стульчике, сидел, смотрел и потом говорил какое-то такое очень интересное замечание. Говорил, а вот не хочешь ли ты попробовать? Он никогда не настаивал. Он всегда говорил попробовать. И то, что он говорил, всегда было безумно интересно. Именно репетиции с Николаем Борисовичем, это, конечно, счастье, вот кто имел возможность с ним работать. Сами репетиции... Знаете, во-первых, ну, конечно, все его ученики, все, с кем он работал, они были принцами. Он умел воспитать внутренний стиль, внутреннюю подачу. То есть каждый его ученик, это было благородство. Это выходил, это был настолько жест, что вот только ученики Николая Борисовича могли преподнести себя так на сцене. На репетициях никогда каких-то криков или оров, что у тебя что-то там не получается или еще что-то, никогда нет. Наоборот, была все время какая-то поддержка и такое вот родительское внимание. У многих учеников, пришедших к нему, он полностью изменил мировоззрение. Он всегда умел воодушевить, если ученик сомневался в своих силах. Он изменил мое сознание, изменил мою творческую жизнь. Я могу сказать даже, что изменил мое мировоззрение. Все, что там происходило в зрительном зале, было сродни какому-то такому творческому, интенсивному порыву. Потому что, несмотря на то, что Николай Борисович по своей природе абсолютно спокойный, очень интеллигентный человек, который не позволял себе резких высказываний, но, тем не менее, вот в зале, в творческом процессе он умел настолько сильно заразить какой-то экспрессией, новшеств, экспериментов, всего того, что можно связать с необычностью и непривычностью постоянного исполнения. И вот, будучи на таком контрасте, да, то есть внешне он абсолютно спокоен, но ты всегда выходил с таким зарядом энергии после его репетиции. И мы пробовали, и он совершенно менял структуру, менял подходы сценические к исполнению того или иного элемента, к воплощению той или иной партии, образа, что этот процесс настолько увлекал и воодушевлял, что жизнь артиста, моя творческая жизнь артиста, она в корне поменялась, вот просто вот кардинально изменилась. Поэтому для меня все то время, связанное с... Ну, фактически, вот я как к нему пришел, так и ушел со сцены в его руках. То есть весь, всю свою вторую половину своей жизни я провел с Николаем Борисовичем, и считаю, что он великий учитель, великий педагог, который воспитывает вот не только профессиональные навыки, но и внутренние, человеческие. Он никогда не задумывался о наградах и званиях, несмотря на то, что получил звание заслуженного артиста очень рано, в 26 лет. Для него всегда главное было служить искусству. Своё отношение и подход к театру, сцене, исполнению роли, донести до зрителя смысл и настоящие чувства Всё то же самое он передал и своим ученикам. Николая Борисовича отличало невероятное чувство юмора, снимающее напряжение на сложных репетициях. При этом все его замечания всегда были предельно точны и конкретны. Он всегда выстраивал чёткую систему от техники к танцу, от танца к образу. Ему были присущи самодостаточность, достоинство, спокойствие, любовь к работе и людям, эстетика, стиль и сохранение традиций, которые он передавал молодому поколению. Это всё педагоги старой школы, те, которые несли нам культуру, культуру того времени. И когда сидят два вот таких человека, Галина Сергеевна Уланова, Николай Борисов, и начинают показывать, как это должно быть. Вы можете себе представить, что это такое, когда кожа встаёт дыбом, и ты понимаешь, что перед тобой великие мастера, и ты из первых уст можешь научиться тому, что тебе показывают. Николай Борисович очень интересные, говорил замечания всегда. И, вы знаете, они никогда не повторялись. У него было очень много учеников. И когда смотришь на сцене, на учеников, нет такого, что, вот, предположим, услышала, так как я с разными партнёрами танцевала, я бы могла слышать одни и те же замечания. Нет, он всегда говорил именно те замечания, именно те пожелания, которые были нужны только этому танцовщику. И это была каждая краска. Это была удивительная, знаете, как мазок такой. Мазок, но присущий только этому исполнителю. У нас были очень смешные репетиции. Ну, как смешные, они были интересные. Николай Борисович, предположим, вот мне очень хорошо вспоминается, мы с Андреем Уваровым репетировали Ромео Джульетта балет. И у него очень серьёзная, там, тяжёлая вариация в первом акте, там есть адажо, балкон называется, очень тяжёлая адажо, и у них вариации есть между, в середине адажо, и они стараются всегда отдохнуть и подходят к нам, и стараются отвести голову от публики. Ну, и получается, как будто мы трёмся шеями. И вот Николай Борисович сидел, смотрел, смотрел и говорит, ну, что же вы как лошади шеями трётесь? То есть это было, понимаете, это было как-то настолько вот, не то, что смешно, да, просто такое сравнение, сравнение очень интересное, что же вы трётесь, как лошади. Публике не интересно, что ты отдыхаешь, он всегда говорил, да, Андрей? Это никому не интересно, что ты отдыхаешь. Я должен видеть, что ты любишь свою Джульетту, я должен видеть твои сияющие глаза, юные, полной любви и трепета. И пусть можно рассказывать много, но вот суть, суть всегда была в том, как донести до публики смысл. Смысл твоего героя, смысл то, что ты сейчас исполняешь, а не какие-то задранные ноги, я не знаю, там что-то. Это не смысл в балете. Смысл донести до публики настоящие чувства. Вот это всегда давал Николай Борисович. Это всегда было. Очень был чувствующий своего собеседника, ученика. Это очень важный такой фактор. Считаю, что Николай Борисович, он просто воспитал целую плеяду ведущих танцовщиков. И что для меня было уникально и интересно, что не один из коллег, многие говорят о террариуме единомышленников, о сложных взаимоотношениях между артистами. Отчасти это правда. Но вот Николаю Борисовичу удавалось за счет своего какого-то педагогического таланта разводить все эти сложности и возможные точки соприкосновения разводить таким образом, что мы не чувствовали все его ученики, а это были все ведущие артисты того периода театра, что все его ученики не чувствовали какой-то ревности или некорректных взаимоотношений по отношению друг к другу. Он не позволял себе почувствовать кому-то из нас, что кто-то находится в несколько ином у него приоритете. Мы все были одинаковые. Он каждому из нас отдавал все то, что он мог дать. И причем можно предположить, что человек, который обучает того или иного артиста, он все-таки имеет определенную вторичность в своих замечаниях, в создании образа. Я имею в виду вторичность, что один будет повторять другого, то есть вторить друг другу. Не с позиции первой и второй, а с позиции копирования. Так вот Николай Борисович удавалось в процессе репетиционном, в репетиционном зале находить такие подходы индивидуальные, что образ в одной и той же партии одного и того же спектакля, образ одного артиста кардинально отличался от образа другого артиста. Он использовал исключительную индивидуальность танцовщика, все его лучшие качества он всегда выносил на пьедестал, а как бы все то, что нужно было спрятать, он пытался это замаскировать. Поэтому как таковые образы, сценические образы оказывались абсолютно разными, при том, что это были одни и те же партии. В тот момент, когда я начал с ним работать, а он еще работал с Николаем Таскариевым, с Андреем Уваровым, с Сережей Филиным, и я был как бы самый маленький, вот, и какой-то вот этой градации я никогда не чувствовал, и такая была своя семья, и, в общем-то, мне позволили в нее войти, и я чувствовал себя там абсолютно комфортно. Все как бы друг друга поддерживали, шутили друг над другом, еще что-то, ну, то есть, вот каких-то распри никогда не было. И со стороны Николая Борисовича он никогда не выделял, что с кем он больше работал, с кем-то меньше, то есть, так, ко всем уделял одинаковое внимание, ну, на мой взгляд. Может быть, внутри он и выделял кого-то из своих учеников, возможно, но это никогда не было видно. Он всех их любил, он всех их поддерживал, он всем им помогал. Педагоги приходят на сцену, пытаются там что-то еще перед началом сказать, поддержать. А Николай Борисович, он всегда был сдержанный, и он всегда говорил одну фразу. «Все, что мог, я уже дал в зале». Поэтому сейчас уже артист должен сам выйти и исполнить то, что уже, знаете, перед смертью не надышишься, как говорят. Николай Борисович говорил, «Все, что мог, я дал в зале». И вне репетиций с ним всегда было интересно общаться. Своим отношением вносил культуру, жизнь и профессию. Он любил всех своих учеников, не разделяя более заслуженных и молодых артистов, не вызывая ревности. Ко всем относился с отеческим трепетом и вниманием. Были какие-то мелочи, когда были паузы, мы сидели, конечно, разговаривали. И Николай Борисович всегда что-то интересное рассказывал. Это не касалось никаких ни склок, ничего, нет. Это были какие-то истории из жизни, из театральной жизни, как проходили спектакли. Но это всегда было тоже очень интересно. Как бы общение с Николаем Борисовичем, оно не было в рамках зала ограничено. Мы начинали общаться в раздевалке, поскольку раздевались, ну, переодевались на одном и том же этаже, в одной и той же комнате. И, соответственно, после репетиционного процесса приходили в раздевалку и уже затрагивали многие-многие вопросы, не связанные даже с творчеством, не связанные с балетом. Подчас он рассказывал свои какие-то жизненные истории, свое отношение, взаимоотношения с людьми, с коллегами, взаимоотношения с партнершами. И как бы вот все... Я сейчас детально уже не могу вспомнить, о чем мы говорили, но совершенно точно помню, что беседы наши были не ограничены только процессом творчества. Вот знаете, даже глядя на него, можно было понять, что человек самодостойный. Самодостойный. То есть он очень спокойный, никогда не повышает голос, говорит нужные, правильные вещи и всегда как бы вовремя. То есть он не забегает вперед, не злопаментствует, что вот тогда-то ты... То есть он всегда говорил все по делу и в данную секунду, в данный момент. То есть вот это, конечно, отличало его очень. Яркие роли, выдающиеся ученики, любовь и уважение коллег и публики. Много это или мало? В 2019 году Николаю Фадеевичеву была вручена национальная театральная премия «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Самое ценное, что он оставил после себя – наследие мирового балета. он и его дела продолжаются в его учениках. Что самое важное вы вынесли из работы с ним? Наверное, отношение. Отношение к людям, отношение к своей профессии. Вот это самое главное. Надо быть очень честным во всем. И в отношении с людьми честным, без склок, без интриг, без всего. Потому что вот все, что вот эти вот все слова, они к Николаю Борисовичу, вот склоки, интриги какие-то, разговоры, они к нему вообще никак не относятся. Это человек, который жил вне этого всего. Он жил своим творчеством и учил своих учеников, ну и учениц, видимо, любить свою профессию, какая она есть, да, и вносить в нее только культуру. Наверное, так. Самое важное. Что надо любить себя и любить тех людей, с которыми ты работаешь. Потому что отношение должно быть ко всем одинаковое и очень достойно надо к людям относиться. Тогда и к тебе будут достойно относиться. Также надо уважать свою работу и ту профессию, которой ты занимаешься. Вы знаете, пока я здесь был артистом и выходил на сцену, и репетировал, мне кажется, для меня было самое важное получить те замечания, ту эстетику, тот стиль, который был присущ Николаю Борисовичу, который он передавал, учитывая индивидуальность, да, безусловно, то, о чем я говорил до этого, учитывая индивидуальность, передавал через нас публики. Он именно создавал тот уровень, да, и формировал тот уровень сценической эстетики, которая была присуща его поколению и которую он трансформировал в наше поколение, да. То есть это определенная планка. Спустя годы, когда я уже перешел в стадию педагога, когда я уже стал работать с учениками, я понял, что помимо профессиональных артистических качеств, он смог привить возможность передачи именно в его ключе, да, я бы сказал, что это такой фадеичевский стиль, в его ключе передать следующему поколению. Вот поделиться тем опытом. И та форма, и тот посыл, и то стремление, та самоотдача, та бескомпромиссность по отношению к качеству исполняемых партий артистами, вот это вот все было приобретено мною в процессе репетиционного. Да, и я за это ему бесконечно благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok